Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к филиппийцам, глава 1, стихи с 8 по 14. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в День Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем свое чтение послания к филиппийцам святого апостола Павла. И сегодня апостол Павел, обращаясь к филиппийцам, говорит, «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Давайте остановимся на этом первом стихе сегодняшнего отрывка. Апостол Павел пребывает в преизбытке чувств, преизбытке своей любви к филиппийцам. И он не может описать и выразить свою любовь. Поэтому он прибегает к Божьей помощи, что Бог, один лишь только Бог, может понять и объяснить, как я люблю вас, филиппийцы. Вот что значит «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Далее, вот это выражение «люблю всех вас любовью Иисуса Христа» — это довольно-таки вольный перевод. Если дословно переводить, то там будет сказано, сказано, что апостол Павел любит филиппийцев как бы внутренностями христовыми. Для нас, людей сегодняшней культуры, культуры XXI века, к сожалению, в большей части оторванных от библейской культуры и не так хорошо понимающей вот эти библейские антропоморфизмы, для нас, вот сегодняшних людей, требуется пояснить, почему внутренностями. Мы много раз слышали о благоутробии Божьем, что Бог благоутробен. Действительно, в библейской антропологии считалось, и об этом говорит Библия, что основные благородные чувства находятся как раз-таки в сердце, в печени человеческой, то есть внутри, в утробе, в теле человеческом, да, соответственно, источник вот этих благородных чувств. И поэтому выражения как бы внутренностями христовыми, они означают как бы самой любовью Христа, как Христос возлюбил этот мир, то есть та же любовь, которую Бог в себе имеет к человеку. Вот этот глубокий символ, его сложно перевести, его сложно преподать в переводе, но именно это означает вот этот восьмой стих. Бог свидетельствует, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. То есть на самом деле Бог является источником любви и такой же любовью Божией я возлюбил вас, филиппийцы. Вот что говорит нам апостол Павел. Ну не нам, а филиппийцам. И сегодня мы читаем как раз-таки этот отрывок и научаемся любви. Далее он говорит, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Возрастание в познании – это такое слово, которое тоже очень трудно переводится с греческого языка. Она ограничена с тем, что в септуагенте, то есть это греческий перевод Ветхого Завета, использовалось это слово, скажем так, как тождественное слово мудрость, премудрость. То есть вот это познание, вот эта мудрость. И оно очень важно. И далее апостол Павел перечисляет такие характеристики, которые были присущи стоической философии. И недаром, что многие говорят, что апостол Павел очень похож в некоторых своих суждениях с стоиком, знаменитым стоиком Эпиктитом. И вот он говорит, апостол Павел говорит нам в сегодняшнем отрывке, чтобы любовь ваша еще более-более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Очень важны вот эти два стиха. Познание, то есть вот эта мудрость, мудрость. Любовь возрастала в мудрости и в всяком чувстве, да, то есть в неком таком рацио и в наших чувствах. То есть мудрость должна быть и в чувствах. Мы не должны отдаваться полностью в этой волне эмоций. Религия — это не всегда эмоция. И порой, часто, если что-то превалирует в нас, то мы уклоняемся в ту или иную психологическую патологию, девиацию религиозного поведения. Когда у нас много слишком эмоций, мы эмоциональны, мы можем скатиться в некий такой фундаментализм. И когда у нас только рацио, мы лишаем себя, скажем так, вот этого духа религии, духа веры. Апостол Павел призывает к мудрости вот в этих двух гранях. Все это должно скреплять любовь. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непредкновенны в день Христов. Действительно, мы должны познавать лучшее. Вот в этом апостол Павел, скажем так, схож с популярной в то время стоической философии. Ну, были такие философы, как Эпиктит, Марк Аврелий, Синека, Луций Анней. Соответственно, действительно, в то время стоики – это были, как сейчас модно говорить, инфлюенсеры. То есть они были лидерами мнений. И философия стоицизма – это была, условно говоря, философия улицы. Она учила всех, и все были охвачены этой философией. Была философия жизни. Соответственно, апостол Павел показывает себя здесь, вот в таком употреблении этих терминов, что он не чужд культурному контексту, и он может использовать культурные наработки своего времени и четко вписывать их в те мысли, которые он хочет донести, в свою проповедь. И мы видим, что у него это очень гармонично и четко получается. Соответственно, но зачем нужна эта мудрость, и зачем нужна познание лучше, чтобы, познавая лучше, то есть мы должны понимать, что хорошо, а что плохо, различать духов, как говорится. Зачем все это? Чтобы вы были чисты и непреткновенные в день Христов. Вот зачем. Вот что отличает нас от стоицизма, где нет Христа, где есть только познание, где источник, скажем так, истины, это сам человек, и отсутствие Христа заменяется как раз-таки вот этой покорности судьбе. Стоицизм — это стойко выносить то, что тебе предопределено. И если предопределено тебе умереть, сделай это с мужеством и с улыбкой на лице. Покончу с этой улыбкой на лице жизнь самоубийством. К примеру, как делали многие стоики. Соответственно, вот это отличает стоицизм от христианства, потому что наша цель, конечно, это Христос, и быть чистым и непреткновенным в день Христов, то есть представ пред судьей всей вселенной, Господом нашим. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Вот конечная цель всей нашей премудрости и всего нашего познания. Далее апостол Павел говорит о том, что его проповедь и его стремление проповедовать, его невозможно остановить ничем, ни клетками темницы, и что даже здесь, в узах, он умудряется проповедовать, и многие-многие среди его и, скажем так, надзирателей, и среди тех, с кем он сидит, они приобретают веру и укрепляются в этой вере. Поэтому не будем смущаться, дорогие братья и сестры, своими обстоятельствами, не будем роптать, будем внимательно слушать слова апостола Павла, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова